Итоги двухдневного визита президента Грузии Саламезу Рубешвили. В течение двух дней президент Грузии Саламезу Рубешвили побывала в Цицернакаберте и почтила память геноцида армянам. После встретилась с президентом Армении Арменом Саргесяном и чуть позже уже с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Досмотрите это видео до конца и узнайте, как на самом деле Саламезу Рубешвили относится к Карабахскому конфликту. Обязательно досмотрите это видео до конца. Армения и Грузия не только соседи, но и друзья. Об этом заявила находящаяся с официальным визитом в Армении президент Грузии Саламезу Рубешвили в заявлении для СМИ после встречи с армянским коллегой Арменом Саргесяном. «Мы живем в регионе, для которого решающее значение имеет мир и стабильность. Это условия его развития и развития экономики наших стран», – отметила Саламезу Рубешвили. «По ее словам, в регионе много вызовов и необходимо помнить, что главный путь – мирное решение конфликтов на основании норм международного права. Конфликты замедляют наше развитие, решать их надо путем диалога и переговоров», – считает президент Грузии. «Необходимо также отметить, что для Грузии очень важно, чтобы конфликт на городе Карабахский не перемещался на территорию Грузии, а армяне и азербайджанцы мирно жили», – заявила Саламезу Рубешвили. При этом она отметила важность повышения уровня изучения армянским населением грузинского языка, дабы они были полноценными участниками развития страны. Президент Грузии Саламезу Рубешвили, которая также в ходе недавнего визита в Азербайджан, заявила, что у Баку и Тбилиси общая трагедия из-за оккупации своих земель. Пишите свое мнение на этот счет. Как вы относитесь к таким высказываниям президента Грузии по отношению к Армении? При том, что в Армении были озвучены немного другие ее взгляды. Президент Саламезу Рубешвили и Армен Саркисян обсудили потенциал региона, говорили о визите Саламезу Рубешвили в ЕС и планах Грузии в отношении ЕС. «Важным этапом будет Батумская конференция, где будет представлено видение нового этапа отношений с ЕС, который приведет к окончательной интеграции», – отметила Зурабешвили. Дабы выслушать позицию Армении, на конференцию приглашен президент Армен Саркисян. «В качестве приоритетных направлений сотрудничество Саламезу Рубешвили отметила туризм, новые технологии, энергетику, транспортные инфраструктуры в сторону Армении. Есть большие планы как с ЕС, так и без ЕС. Пришло время нашим странам завершить делимитацию границы. Между друзьями процесс делимитации не должен длиться так долго», – отметила Зурабешвили. Помимо встречи с президентом Армении, Саламезу Рубешвили встретилась и с премьер-министром Николом Пашиняном. Она прибыла в Армению с двухдневным официальным визитом и состоялась там беседа тет-а-тет с премьер-министром Армении и президентом Грузии. Приветствуя президента Грузии Саламезу Рубешвили, премьер-министр Никол Пашинян отметил. «Уважаемая госпожа президент, я рад приветствовать вас и возглавляемую вами делегацию в Армении. Думаю, у нас есть историческая возможность поднять текущее отношение между нашими странами на новый уровень. Я совершил свой первый в качестве премьер-министра официальный визит именно в Грузию. И это подчеркивает особое внимание нашего правительства, лично мое внимание и осознание значимости армянско-грузинских отношений. Я отмечал, что в наших отношениях мы должны брать в основу наши общие стратегические интересы. И я рад, что удостоился адекватной реакции со стороны правительства Грузии. Сейчас настало время воплотить в жизнь это взаимопонимание. Еще раз добро пожаловать». Президент Грузии Саламезу Рубишвили в свою очередь отметила. «Спасибо, господин премьер-министр. Я рада, что с официальным визитом нахожусь в соседней дружественной Армении. Я также убеждена, что наши и без этого близкие отношения перейдут на новый этап. И мы сможем развивать их еще больше. Нас объединяет очень много – география, история. Но кроме истории и географии, нас также объединяет наше общее видение будущего. Мы думаем, что сможем использовать наши возможности, особенно связанные с Европейским Союзом. Вместе мы можем сделать многое. И у нас много совместных дел. Еще раз спасибо». После беседы тет-а-тет Никол Башнян и Саламезу Рубишвили продолжили обсуждение в расширенном формате в рамках рабочего обеда. Премьер-министр Армении и президент Грузии высоко оценили текущий уровень отношений между двумя дружественными странами и отметили важность дальнейшего развития сотрудничества. Стороны подчеркнули важность углубления армян о грузинских отношениях в разных направлениях и обменялись мнениями о расширении торгово-экономических связей. А на этом у нас все. Если вам понравился наш новостной выпуск, подписывайтесь на наш канал, чтобы и дальше следить за новостями Армении самыми первыми. До скорой встречи. Спасибо вам большое за просмотр.